Уже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым. Весь в надписях долой старшего брата, до таких крупных, что можно было разглядеть с другого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкать кремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице. Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, подавленная женщина с жидкими, растрепанными волосами и морщинистым лицом. «Ой, товарищ!» – скулящим голосом завела она. «Значит, правильно мне послышалось, что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне?» Она засорилась. Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Партия не вполне одобряла слово «миссис». Всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-то не получалось. Ей было лет 30, но выглядела она гораздо старше. Впечатление было такое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарной самодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом Победы был старой постройки 1930 года или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянно отваливалась штукатурка. Трубы лопались при каждом крепком морозе. Крыша текла. Стоило только выпасть снегу. Отопительная система работала на половинном давлении, если ее не выключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам, требовалось распоряжение высоких комиссий. А они с починкой разбитого окна тянули по два года. Конечно, если бы Том был дома, неуверенно сказала миссис Парсонс. Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Все вещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведывалось большое и злое животное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности, хоккейные клюшки, боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, про потевшие и вывернутые наизнанку трусы, а на столе вперемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах алые знамена молодежного союза и разведчиков, и плакат уличных размеров со старшим братом. Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота, оставленный, это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно по какому признаку, человеком в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенке пытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку. «Это дети», – пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливых взгляд на дверь. «Они сегодня дома, и, конечно…» Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полна грязной и зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел треугольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться. От этого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала. «Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета все прочистил», – сказала она. «Том обожает такую работу, у него золотые руки, у Тома». Парсонс работал вместе с Уинстоном в Министерстве правды. Это был толстый, но деятельный человек, ошеломляющий глупый, сгусток слабоумного энтузиазма. Один из тех преданных, не вопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полиция мыслей. В возрасте 35 лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза. Перед тем же, как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. В Министерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей, зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов, отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе, попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера. Сокрушительный запах пота, как бы нечаянный спутник многотрудной жизни, сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил. «У вас есть гаечный ключ?» – спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении. «Гаечный?» – сказала миссис Парсон, слабее на глазах. «Правда, не знаю, может быть, дети?» Раздался топот, еще раз взрывела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсон принесла ключ. Уинстон спустил в воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом, как мог, отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату. «Руки вверх!» – гаркнули ему. Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынул из-за стола, нацелив на него игрушечный автоматический пистолет. А его сестра, года на два младше, нацелилась деревяшкой. Оба были в форме разведчика – синие трусы, серая рубашка и красный галстук. Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством. Чересчур уж злобно держался мальчик. Игра была не совсем понарошку. «Ты изменник!» – завопил мальчик. «Ты мыслепреступник!» «Ты евразийский шпион!» «Я тебя расстреляю!» «Я тебя распылю!» «Я тебя отправлю на соляные шахты!» Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая «изменник!» «Мыслепреступник!» И девочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало. Как вознят тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость. Явное желание ударить или пнуть Уинстона. И он знал, что скоро это будет ему по силам. Осталось только чуть-чуть подрасти. «Спасибо, хоть пистолет ненастоящий!» – подумал Уинстон. Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнате было светлее. И Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах. «Расшумелись!» – сказала она. «Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников. Вот почему. Мне с ними пойти некогда. О том еще не вернется с работы». «Почему нам нельзя посмотреть, как вешают?» – оглушительно взревел мальчик. «Хочу посмотреть, как вешают, как вешают!» – подхватила девочка, прыгая вокруг. Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут вешать евразийских пленных – военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегда скандалили, требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе, но не успел пройти по коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль, будто ткнули в шею докрасно-раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонс утаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку. «Голдстейн!» – заорал мальчик перед тем, как закрылась дверь. Но больше всего Уинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери. Уинстон вернулся к себе. Поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка в телекране смолкла, отрывистый военный голос с грубым удовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорь между Исландией и Фарерскими островами. «Несчастная женщина», – подумал он, – «жизнь с такими детьми – это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей. Причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение старшему брату. Все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что 30-летние люди боятся своих детей. И не зря. Не проходила недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный саглядатый «маленький герой» по принятому выражению, подслушал нехорошую фразу и донес на родителю в полицию мыслей. Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать в дневнике. Вдруг он начал думать про Брайана. Несколько лет назад, сколько же, лет семь, наверное, ему приснилось, что он идет в кромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то, сидящий сбоку, говорит ему, «Мы встретимся там, где нет темноты». Сказано было тихо, как бы между прочим. Не приказ, просто фраза. Любопытно, что тогда во сне большого впечатления эти слова не произвели. Лишь впоследствии постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это до или после его первой встречи с Абрайаном. И когда именно он узнал в том голосе голос Абрайана, тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним во тьме Абрайан. Уинстон до сих пор не уяснил себе, даже после того, как они переглянулись, не смог уяснить, друг Абрайан или враг. Да не так уж это казалось важно. Между ними протянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мы встретимся там, где нет темноты», — сказал Абрайан. Что это значит, Уинстон не понимал, но чувствовал, что каким-то образом это сбудется. Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий, красивый звук фанфар. Скрипучий голос продолжал. «Внимание, внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что в результате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. «Слушайте сводку!» «Жди неприятностей», — подумал Уинстон. И точно, вслед за кровавым описанием разгрома Евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен, последовало объявление о том, что с будущей недели норм отпуска шоколада сокращается с 30 граммов до 20. Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка. Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде, громыхнул «Тебе, океания!». Полагалось встать по стойке смирно, но здесь он был невидим. «Тебе, океания!» сменилась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстон подошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим, раскатистым грохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по 20-30 штук в неделю. Внизу на улице ветер трепал рваный плакат. На нем мелькало слово «Ангсоц». «Ангсоц». Священное устое ангсоца, новояздовое мыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такое чувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне. Заблудился в мире чудищ и сам он чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудь уверенность, что хоть один человек из живых на его стороне? И как узнать, что владычество партии не будет вечным? И ответом стали перед его глазами три лозунга на белом фасаде Министерства правды. «Война – это мир». Свобода – это рабство, незнание – сила. Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами те же лозунги, а на обратной стороне голова старшего брата. Даже с монеты преследовал тебя его взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, на плакатах, на сигаретных пачках, повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели. Нет спасения. Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе. Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо, как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишком прочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысячи ракет. Он снова спросил себя, для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого, для века, быть может, просто воображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его в пыль. Написанный им прочтет только полиция мыслей, чтобы стереть с лица земли и из памяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле не сохранится? Телекран пробил 14. Через 10 минут ему уходить. В 14.30 он должен быть на службе. Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещает правду, которую никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире не прервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным. Хранишь ты наследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал. Будущему или прошлому времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, где правда есть правда, и былое не превращается в небо. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи старшего брата, от эпохи двоемыслия, привет. Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув в себе способность выражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся в самом поступке. Он написал. Мысль преступления не влечет за собой смерть. Мысль преступления и есть смерть. Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца на правой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносый ретивец в министерстве, скорее женщина, хотя бы та маленькая с рыжеватыми волосами или темноволосая из отдела литературы, задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, и почему писал старинной ручкой, и что писал, а потом сообщит, куда следует. Он отправился в ванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло как наждак, и отлично годилось как раз для этой цели. Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь, его все равно найдут, но можно хотя бы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальца Уинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета. Если книгу тронут, крупинка свалится.